Кремль не рентабелен А как притон власти вообще разорителен Ну, поначалу можно будет, конечно, за коммуналку России и другие мелочи рассчитываться алмазным фондом, но потом, потом неизбежно придется сдать Кремль Ведь никаких других стабильных источников дохода в грядущем хаосе у России не предвидится Дело в том, что новая революция в России, конечно, будет кровавейшей, но очень суматошной Вообще шоу, надо сказать, будет еще то Вот когда морские котики, наконец, проснутся, исполнят свои прямые обязанности И загрузят продырявленное тело чемоданного сруна в вертолет Когда опечатают и увезут оба его черных чемоданчика, и каловые, и ядерные Тогда-то и начнется самое интересное За этим всемирным шоу мир будет наблюдать, разинув рот и трясясь от ужаса и восторга Пикантная ситуация русской революции будет заключаться еще и в том, что все нахлынет одновременно Одновременно с революцией, мятежами, грабежами пойдет и конфликтный распад страны На регионы и районы И в это же время начнется свирепейшая охота на виноватых во всем этом кошмаре Вычислить их будет, кстати, довольно легко И во многом благодаря Госдуме, которая вчера или позавчера ввела понятие ветеран войны с Украиной О, вообще это будет увлекательная свирепая охота По своей кровавости азарту она превзойдет все известное Будут искать не только непосредственных участников, но также виновников и различных разжигателей войны Вылавливание этих вот зюганутых, охота на ведьм и ведьмаков войны станет национальным спортом года, ну, на два Это понятно Дело очень увлекательное искать, вешать гораздо интереснее, чем асфальтировать Отвлечемся на минуточку на новости, потом продолжим про революцию Новости все абсолютно истеричные Истерика номер один Путин отобрал у музейщиков и отдал в пользование попам Троицу Рублева Ну, в среду, в невзоровскую среду, я объясню, почему не стоит по этому поводу печалиться Сейчас на это некогда обращать внимание Гораздо интереснее истерика номер два То, что сейчас из всех СМИ, из каналов интернета истерично удаляются всякие упоминания О вербовке и использовании тяжелостатейных зэков в различных подразделениях вооруженных сил Российской Федерации Но ничего не поделаешь Факт вербовки в тюрьмах и использования тяжелых заключенных в войне Благодаря ГУЛАГу нету моему другу Осечкину Он просочился в СМИ и никуда уже оттуда не денется Армия и тюрьма всегда были в России близкородственными организациями А теперь слились, что называется, окончательно Не понимаю вообще, в чем проблема Надо просто изменить немножко дизайн армейских знамен, флагов и штандартов На знамени вооруженных сил России, как известно Начертаны основные мотивации службы в российской армии Там отечество, долг, честь Там же надо вышить цифры 105, 131, 161, 134 Это статья Уголовного кодекса убийства, изнасилования, разбой, педофилия Будет очень эффектно Истерика есть и по поводу того, что абсолютное большинство представителей G20 Не желают видеть президента на главном международном саммите Который пройдет на Бали Но тут возможен компромисс Путин вполне может присутствовать на этом величественном международном мероприятии Но при условии, что будет в наручниках Вернемся к революции и к тому, как она будет свершаться Это, пожалуй, самое интересное Огромные размеры всяких Росгвардии и других карательных структур Сыграют, скорее, отрицательную роль Помилуйте Вот есть огромное количество дураков, не умеющих вообще ничего Кроме как махать дубинами и потеть забралами Это, конечно, ценное умение, но прокормить они не в состоянии При развале страны в революционной реальности Миллионы тренированных дебилов Останутся абсолютно без дела, без применения и средств к существованию Чем они займутся, я полагаю, понятно В пикантности ситуации добавят и хорошо вооруженные батальоны зэков Которых наскребли по тюремным сусекам для пополнения ЧВК и армии Зэки совершенно справедливо решат, что умирать на Донбассе уже не актуально Ну, во-первых, к тому времени никакого Донбасса уже не будет А лучше побороться за аппетитную собственность на знакомых территориях России Где нет штыков Азова Вообще агония державы будет очень живописной, энергичной, эффектной и опасной И наверняка станет самым ярким впечатлением жизни для тех, кому удастся ее пережить И Запад и Восток полностью закроются для россиян К тому времени Россия все-таки добьется, наконец добьется статуса страны-перрориста Любой ее житель будет рассматриваться просто как член очень большой и крайне опасной преступной группировки Закроется все, даже Индия и Африка Все, включая Турцию и Эмираты, предоставят россиянам сладкую возможность Не отвлекаясь жрать друг друга поедом За высоченным забором реализовывать накопленные потенциалы фашизма и злобы Я уж не говорю про цивилизованные страны Про настоящий мир Там вообще никто не будет принимать беженцев из путинской России Как это было, например, когда-то в 1918 году Никто не будет иммеляться Ведь благородная пенсная русская эмиграция начала 20 века Тоже растоптано путинскими ботиночками Как, впрочем, и все остальное в российской реальности Наблюдательный Запад отметил Что русские обязательно привозят с собой частичку своего мордора, своего ада Они растаскивают по миру свою любимую чуму Никогда русские не переплавятся в европейца с истинным омерзением к омерзительному Все уже нагляделись на площадях Мадрида, Берлина, Нью-Йорка На мерзопакостность тех ватных рож На их повадки, на их привычки Людей, которые нежесть в радостях западной цивилизации Проклинают ее и из своего зарубежного издалека Любят Путина и любят войну Вот растаскивать по миру инфекцию фашизма и путинизма Правда, наверное, не стоит А слово «Россия» надолго станет синонимом зла, ужаса, мирового гноя Ну а потом просто забудется за ненадобностью и как ничего более не означающее Дело в том, что такой концентрации нечисти в истории страны еще не было никогда И никогда еще нечисть не была такими правами наделена и такими Чрезвычайными полномочиями Она сможет их реализовать в полной мере Да так, что забудется, вероятно, 17-й год Вопрос только в том, что именно послужит детонатором революции Вопрос Это может быть все, что угодно Она разрастется из любой неожиданной мелочи И никакой ФСБ не спасет Такие революции сегодня возникают стихийно, моментально и быстро приобретают тот масштаб Когда бороться с ними уже совершенно бесполезно Совсем недавно это доказала лишний раз Шри-Ланка Глупый Путин Он уже смешал в пробирке те реактивы, которые в сочетании неизбежно дают революционный взрыв Причем он уже намешал такого, что и держателю пробирки Первому оторвет не только пальцы, но и сорвет скальп с головы и кожу с физиономией Химия, знаете ли, непреклонна И даже политическая химия Вот оценив смешанные реактивы Не составляет вообще никакого труда предсказать результат нелепых путинских хамств, затей, войн и прорывов Вот любителю политической химии следовало бы знать, к чему приводят взаимодействия компонентов Но он не знает, так как он исключительно сер и не понимает элементарных вещей Вся его геополитика, которой он так страстно сегодня занят, делается им в первый раз И исключительно методом тыка Результаты своих действий он не понимает и предсказать их не может Все делается совершенно наугад Но для тех, кто хоть чуть-чуть изучил вопрос, видно, что смесь смертельная Все, что намешал во внутреннем пространстве страны Путин, дает в результате со стопроцентной гарантией революцию тотальную и всеразносительную Бабахнет обязательно К сожалению, содержимое пробирки таково, что кожу сорвет не только с болтателя, но и вообще со всех вокруг Бабахнет чудовищно и в первую очередь прикончит, разумеется, обладателя страшной пробирки Но его и не жалко, как все у его клипов Ну вот, есть еще парочка новостей Чуть позже мы обязательно снова вернемся к революции В благостные чинные беги, в тишайшем городе Генте Граждане смогут беспрепятственно мочиться на портрет Владимира Путина Желающих много, стоит очередь Возможно, какое-то время это будет любимой традицией европейской молодежи Ну, что называется, по мощам и елей Путин напринимал на этой неделе тьму новых репрессивных законов Кем-то назначен Манпуров Лепс в очередной раз принял на грудь какой-то орден Невероятно возвышен Рогозин Который из главы отстойного Роскосмоса Стал аж председателем Союза свиноводов России Но все настолько стремительно и уверенно идет под откос Что уже нет никакой вообще разницы в том, кто стал вице, кто премьером Лепс или Мантуров и где Луна Роли не играет На результат это никак не влияет Такая же история с новыми законами Вот, честно говоря, уже неинтересно глумиться над явно больными людьми Цитируя их формулировки Или рассматривать в лупу дегенератниче Дума Какая, собственно говоря, разница вообще Возглавит ли Рогозин Союз свиноводов России или не возглавит? Ну, правда, Рогозин тот редкий случай, когда физиономия на упаковке Позволяет одновременно рекламировать и сам продукт, и его поедателя Очень емкое лицо Но скучно, правда же Мы всерьез обсуждаем рисунки душевнобольных И ищем тайные смыслы в том, что солнце у них зелененькое и с ножками Вот сколько можно этим заниматься? Лучше вернуться к теме революции Разумеется, найдется не так уж много желающих вместе с Москвой Таскать на своем лбу жуткое клеймо страны-террориста Начнутся тотальные отречения регионов от Кремля и от его бреда Начнутся отпады, расколы и всякие суверенитеты Особенно забавным будет выглядеть сцена выклянчивания Москвой Скидочки на газ у новообразованной Ямалы-Ненецкой державы Кремль будет лопотать про мыши-братья Мы с вами столько лет на одной карте Мы вам дом культуры построили, а у нас тут дети в Москве замерзают А ненцы полновластные властители газа Поскольку почти все месторождения у них в ответ москвичам И про виселищный мыс вспомнят И про Обнорский острог И про 70 лет войны Про утопленные в ненецкой крови ненецкие мандалалы И насильное крещение И про задавленные НКВД ненецкие восстания И вообще про все людоедские художества Москвы припомнят И скидочку, скорее всего, не дадут Насколько осколки, разлетающиеся в революционном взрыве России Поранят мир вокруг? Ну, это большой вопрос Поранят, конечно, поранят Это без сомнений Но вот насколько велики будут раны ближних и дальних соседей Прогнозировать пока невозможно Неприятность Неприятность заключается в том, что и революция в России ничего не изменит Интеллигенция не вылечится от русской культуры Она хочет ею дышать и наслаждаться дальше А грибок, в результате приводящий к развитию очередного путинизма Передается именно через нее Да и вечное КГБ опять перехитрит серый наивный народец Несмотря на любые революции Вспомните, как в 91-м году КГБ То есть организация, целиком ответственная за сталинский террор Была назначена искать и ловить сталинцев-террористов прошлого И как умело КГБ их не нашла Ну, точно такая же история будет с отловом и розыском военных преступников Виновных в войне с Украиной Да-да, розыск военных преступников будет вестись под руководством главных военных преступников Будут шумно вешать какого-нибудь завалящего вице-губернатора Или линчевать директора детсада Всяких депутатов горсовета А главное, во всем виноватые подонки Как всегда будут руководить этим и хихикать В общем, все будет достаточно трагично, но очень весело Как учит Путин, усаживаясь за фруктовый стол Если ты не будешь арбуз, арбуз будет тебя Если понос неизбежен, то обделаться надо первым Война в Украине, к сожалению, дала возможность разглядеть те качества России и ее народа Что были скрыты до поры до времени И возник важный всеми обсуждаемый вопрос Бывают ли хорошие русские? Существуют ли хорошие русские вообще в природе? Но смотря для кого хорошее Для Украины нет Не бывает и не может быть никаких хороших русских Абсолютно без исключений Ныть и проситься в хорошее бесполезно Для украинцев не может быть никаких хороших русских Как не бывает хороших убийц, хороших насильников Хороших садистов, хороших людоедов Или хороших маньяков После всего, что натворила Россия в Украине Абсолютно логично Еще смешнее, когда русские бросаются Просвещать Украину Но так, как будто делают ей драгоценный подарок И огромное одолжение снизойдя с высот своего русского культурного величия При этом они действительно свысока еще и постоянно впендюривают эту русскую культуру Чем окончательно выводят из себя любого украинца Который трезво и справедливо усвоил, что русская культура Это именно то, что и воспитывает расстрельщиков и насильников Таких, как в Буче, в Мариуполе или в Краматорске Ну, просто по факту Эта категория культурщиков вообще выглядит полными идиотами А остальной мир, в отличие от Украины Еще можно кое-как обдурить и создать иллюзию наличия хороших русских Но и шансы привезти людей Запада тоже, честно говоря, невелики Когда вы точно знаете, что ваш собеседник принадлежит к племени практикующих людоедов Оказаться с ним на одной кухне Поблизости от кастрюль и ножей все равно как-то, что называется, не хочется Этот месяц войны окончательно раскрыл секреты тактики и стратегии России в войне с Украиной У российской армии есть один маленький секрет Относительно успешно она может сражаться только с роддомами, с торговыми центрами и вокзалами И вообще с полностью безоружными людьми Вот тут да, тут она победоносна, тут ей нет равных Гром победы раздавайся, веселись, храбрый роз Это именно тактика Непрерывным террором деморализовать, вынудить к сдаче на любых условиях Так зачморить бомбежками, разрухой и пожарами Робкое население, чтобы оно, доведенное страхом до отчаяния Стало бы само давить на власть своей страны, требуя заключить мир на любых условиях оккупанта Все просто и понятно Вот сочная цель с весомым скоплением мирных для них интереснее, чем любой склад или залежи ракет и танков Да и не стреляет путинская армия по складам И это абсолютно не нужно На общий ход войны это никак не влияет Понятно, что армия России может воевать только с роддомами и торговыми центрами В принципе, этого вполне достаточно для такой грязной победы Но проблемы чистоты побед России никогда особенно и не волновали Почему не удается запугать украинцев? Ведь Россия очень опытный потрошитель Убийца с огромным стажем и опытом Она действует уверенно Вроде все делается правильно, по проверенным методикам Детей в мясо рвут Их матерям исправно отрывают ноги Отцов сжигают и заваливают бетоном Тем не менее, никакой дрожи и никакого колебания в украинцах не появляется Проверенная, отполированная, отшлифованная методика русской армии не срабатывает Никакого пораженчества, никаких вздохов и пощадий У этого есть несколько причин Ну, помимо украинского мужества Во-первых, все путинские преступления из страшного сна Путин дал себе волю, переусердствовал и в результате перебрал с садизмом и кровожадностью Все его преступления настолько фантастичны и омерзительны, что совершенно не коррелируются ни с какой вообще реальностью И не кажутся до сих пор реальными Они продолжают находиться в каком-то совершенно другом измерении Этот фактор, как ни странно, существенно снижает страх перед Путиным Во-вторых, абсолютно ошибочно и неверно настроена вся пропагандистская машина России Ее вечное – это не мы, и там склад НАТО Это, по сути, предательство тех усилий, которые совершает армия по части уничтожения мирного населения В результате кремлевский Дракула выглядит не грозным смертельным маньяком, от которого нет спасения, а идиотом, который никуда не может попасть своими кривыми ракетами И это тоже факт Это существенно снижает эффективность выбранной тактики Возникает ощущение, что все действительно случайно При том, что уже весь мир знает, что бьют именно по мирным целям Вот зачем так тщательно скрывать это от русского населения? Ради кого играется этот театр с замалчиванием планомерных умышленных зверств, караний, трактов? Чего боится Кремль? Выращенный в победобесии и абсолютной жестокости, вскормленный патологическими эпосами вроде ГУЛАГа, блокады и прочего Народец должен отреагировать вполне понимающе и даже с восторгом Воспитанное в победобесии российское население готово на любые смерти и трагедии Тем более, когда это смерти и трагедии так называемого врага Вот наивность путинского режима, который хочет скрыть то, что знает уже весь мир во всех подробностях Это, конечно, идиотия в чистом виде Уже существуют тома протоколов и показаний, видеозаписи, тома экспертиз, все точки расставлены Все выяснено, но нет Путин, как старый страус, продолжает закапывать голову все глубже и глубже, прячась сам и пряча русских от правды Прилагаются невероятные усилия, блокируются сайты, вырубаются и глушится радиостанция Садятся один за другим журналисты, осмелившиеся просто пикнуть на эту тему И все это только для того, чтобы скрыть совершенно общеизвестные факты А главное, зачем и от кого скрывается подлинная тактика От тех, у кого подробное любование зверствами, грабежами и насилиями вызывает только восторг и гордость В России и мобилизация, я честно вам могу сказать, провалилась только потому, что создалась некоторая недосказанность Осталось неясным, вот можно ли групповым образом, так сказать, поротно насиловать украинок Ну вроде бы можно, вон особо отличившихся в этом деле в буче и повысили в чинах и званиях, и гвардейский статус дали Ну вот официального приказа насиловать от главкома-то нет И с унитазами такая же история, и вообще с грабежами Поверьте, множество российских добровольцев ушли бы в боевой поход за унитазами и трусами Но вот эта вот недоговоренность, она-то все и портит Ну и вот чтобы на этой мерзкой ноте не заканчивать Я вернусь к теме хороших русских Нашелся такой еще один, это Кочегар А Владимир Румянцев, пенсионер и Кочегар при старой котельне на Вологодчине Через старый ламповый приемник, радиостанцию Он читал тем, у кого нет компьютеров интернета, правду о войне Его аудитория несколько старушек Это были посты из Невзоровского телеграм-канала, из Колокола и другая запрещенка Вологодская КГБ долго выслеживала Кочегара Долго вычисляли его частоты Была развернута масштабная операция Архаичные методы позволили продержаться Кочегару чуть дольше, чем храбрецам в соцсетях Но все равно гестаповцы Путина засекли радиостанцию Умилительный, потрясающий Кочегар, добрый, умный С растрескавшимся от проклятой военной сердцем Ну, разумеется, он схвачен, брошен в ВВС и арестован Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня Слава Украине, живи Беларусь Всем привет от шамана Габышева И увидимся мы в среду на Невзоровских средах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова